Но они сделали. На следующее утро мы прочитали в газете, что Джон Опеншоу умер. Полицейский нашел его в реке недалеко от вокзала Батерлоу. Полиция заявила, что это был несчастный случай, но Холмс очень рассердился. Он пришел ко мне за помощью, а эти люди убили его. Я найду их, если это будет последнее, что я сделаю, сказал он мне и поспешил из дома. Вечером, когда он вернулся на Бейкер-стрит, он был усталым, но довольным. Вечером, когда он вернулся на Бейкер-стрит, он был усталым, но довольным. Вечером, когда он вернулся на Бейкер-стрит, он был усталым, но довольным. Он сказал, что я знаю имена врагов Опеншоу. А теперь я собираюсь отправить им сюрприз. Это напугает их. Он вынул из апельсина пять косточек и положил их в конверт. На нем он написал С-Х for J-C. Я посылаю косточки не от К-К-К, а от себя, Шерлока Холмса, капитану Джеймсу Келхауну. Его корабль называется «Звезда». Сейчас он и его люди возвращаются в Джорджию, США. Как вы его нашли, Холмс? Спросил я. Как вы его нашли, Холмс? Я спросил. Судовые документы, сказал он. «Сегодня я посмотрел сотни из них». Только один корабль «Звезда» был в трех портах в нужное время. А сегодня утром звезда покинул Лондон и отправился обратно в Джорджию. Я узнал, что капитан и двое его людей... Все американцы не были на корабле прошлой ночью, поэтому я уверен, что они убили беднягу Джона Овеншоу. Когда они прибудут в Америку, они получат косточки, а потом их поймает полиция. Шерлок Холмс очень умный сыщик, но с погодой он ничего не может поделать. Зимние штормы на море в этом году были хуже, чем когда-либо. Поэтому звезда так и не прибыл в Джорджию. И больше никто не видел ни капитана, ни его людей. Убийцы Джона Овеншоу не получили косточек, но в конце концов к ним пришла смерть. Субтитры создавал DimaTorzok